А мы продолжаем нашу бодрящую передачу. Это наше утро, это Павел Савченко, это наш Бедал. Все еще бодряще! Мы так много на самом деле говорим о спорте в последнее время, и ведь это не просто так. Да, в этом году мы празднуем столетие южноуральского спорта. В регионе конкобежный спорт один из самых популярных видов спорта. Мы воспитали нескольких чемпионов, начиная от Инги Артамонова, и сейчас в ее честь назван стадион. Да, легендарной Лидии Скобликовой, которую называли «Уральской молнией», опять-таки у нас даже дворец есть с таким названием. Ну и, конечно же, Ольгу Фаткулину нельзя забыть. Как вырастить звезду и какими навыками нужно обладать, чтобы стать лучшим в этом деле? Поговорим с гостем. У нас в студии Степан Соловьев, тренер, преподаватель по конкобежному спорту школы имени Лидии Скобликовой. Доброе утро! Доброе утро! Итак, давайте во всем порядку. Вот как можно вообще понять родителю, что у ребенка есть предрасположенность к конькобежному спорту, например? Ну, вообще, родителю сложно будет понять, есть ли у него предрасположенность. Для этого надо его привести к нам для начала. Там уже мы поймем. Ну, вообще, это должен быть обычный ребенок, подвижный. Если его тянет на лед, тянет на коньки, то, пожалуйста, приводите к нам. Ну, вот сразу задам вопрос. Есть ли какие-то пробные занятия? Потому что, смотрите, ну, бесполезно засунуть ребенка в секцию, да? Педагог уже видит, что как бы, ну, не вырастет из него звезды, да? Ну, честно, давайте каждый педагог видит звезд. Вот сразу их можно понять. Ну, там, через какой-то промежуток времени. Проходит несколько занятий, педагог видит, а все, а уже год начался, ребенок уже должен ходить, значит, до конца года. Или такого нет? Есть какие-то пробные занятия? Пробные занятия есть. Естественно, надо поставить ребенка на коньки для начала, посмотреть, как он себя чувствует на коньке. Может, он и стоять-то не может. Так да. Но сначала... Так мы знаем таких. Вот они. Сначала проходят у нас по программе тесты по ОФП. То есть ребенок должен прыгнуть, пробежать, пробежать челночный бег. Ну, это какие-то минимальные, да, вот требования, которые вам необходимы? Это минимальные, да. А скажите, а в каком возрасте вообще необходимо начинать заниматься этим спортом? Потому что иногда ребенок и в 7 лет не может стоять еще на коньках, но не научился. Или вот, например, в 17 можно тоже пойти? Начало занятий 8, 9, 10 лет. 17 лет уже поздновато, но если очень огромное желание, то можно попробовать. Но я таких случаев даже не встречал. 17 лет. То есть 8, 9 это оптимальное? 8, 9, 10 лет, да. А куда, скажите, где у нас выращивают все-таки вот этих вот самых чемпионов? Когда идти-то? Занятия проходят в Ледовом дворце «Уральская молния». Для всех желающих 2 сентября в 9 утра будет проходить набор в группы начальной подготовки. Сначала тесты по ОФП будут проходить рядом с Ледовым дворцом «Уральская молния». Потом по их итогу мы уже пройдем на лед. Степан, забегая немножечко вперед, расскажите точно так же и финансовую все-таки сторону. Сколько это будет стоить родителю, чтобы полностью... Ну да, просто есть же две составляющие. Есть экипировка и есть занятия. Как? Это достаточно дорого или это абсолютно доступно? На этапе начальной подготовки Ледовый дворец «Уральская молния» бесплатно предоставляет коньки. Но это на этапе начальной подготовки. Я думаю, перчатки, шапка, штанишки, кофта полегче есть у каждого ребенка. Это точно. В дальнейшем, если уже способности, интересы у ребенка есть, то коньки стоят в районе 10 тысяч. Хорошие такие, да? Да, более-менее. Ну слушай, но это все равно дешевле, чем бальные танцы. Мне вот еще все-таки интересно, если не воспитываем мы чемпиона и какого-то лидера, то что вообще помогает вот этот вот конькобежный спорт, что он развивает? Это красивый вид спорта, стройные фигуры, крепкие ноги. Ну что самое интересное, это конькобежец без каких-либо механических приспособлений развивает скорость до 60 км в час с помощью своих сил и коньков. Ну то есть просто как бы чуть-чуть превысил, раз его сразу, госавтоинспекция, ну вы превысили. Да, у вас есть какая-то минимальная, ой, максимальная скорость? Нет, до 110 у нас. Предела у нас нету на стадионе. Хорошо, спасибо вам огромное. Напомним, что у нас сегодня в студии был Степан Соловьев, тренер-преподаватель по конькобежному спорту школы имени Лидии Скобликовой. Кстати, а вот если ребенок уже занимается в секции, порадуйте его, возьмите домой какого-нибудь четвероногого друга. Где его брать? Откуда берут этих четвероногих друзей? Сегодня расскажем. Продолжение следует...